Встретить нашу съемочную группу хозяева дома вышли вместе. Творческая семья живет в Расторгуеве уже более полувека и ценит историю своей земли. На их участке находится очень старое строение. Как рассказал Николай Владимирович, старушка для семьи очень ценна. Она рассказывает об истории этого места. Художники мечтают сделать в ней музей. Также на участке растут многовековые дубы и расположены пруды начала прошлого века. Вот это тот самый пруд, про который я говорил. Его вырвали в 1909 году по просьбе первых хозяев этого участка. Это была купальня, здесь стояла когда-то беседка, которая уже порушилась. Но тем не менее мы за ним ухаживаем, все-таки как-то мы следим. Здешняя атмосфера многие годы создавалась хозяевами собственноручно. И все здесь располагает к творчеству. Любовь Владимировна последние годы увлеклась работой по дереву. Считает этот материал живым. Одно из ее первых творений, корень 150-летней березы, сейчас выставлен в историко-культурном центре. Чтобы придать ему такую форму, автору понадобилось около 10 лет. Но на этом Любовь Владимировна не остановилась. И уже сейчас продолжает работать с другими корнями. Вот мы его опилили, и я смотрю, что из него можно сделать что-то. Но предполагаю, что если не получатся вазы, то может получиться два светильника. Хотя и этим ее творческая натура не ограничивается. От лица своего главного любимца она написала сказку. История повествует о том, что за свои 150 лет он многое увидел и перенес. И несмотря на пережитые непростые времена, корень благодарен хозяйке за новую жизнь. И началась моя новая жизнь. Теперь уже на века. В тепле, да в суховстве. Да когда на тебя специально смотреть приезжают и радуются, хочется быть всегда. А еще руками Любови Владимировны созданы шторы и росписи на тюле. И почти каждый день она трудится над созданием льняного полотна, расшивая его меланжевыми нитками. А Николай Владимирович в прошлом профессиональный фотограф. И много лет отдал журналистике. Экспериментируя с фотоизображениями, он стал наносить поверх снимка масляные краски. А с приходом в жизнь современных компьютерных технологий разработал свой особый стиль. Все современные картины художника выполнены с помощью компьютерных графических кистей. Вступила компьютерная эра. Я решил, зачем мне масляные краски, когда можно работать с мышью. Появились программы различные. И перешел на компьютер. Также художник открыл особое направление. Нанесение изображения восковыми мелками на наждачную бумагу. Как заверил нас автор, с такими материалами больше никто не работает. Поэтому Николай Владимирович будет развивать данное направление. На вопрос, откуда в их семье столько творческих открытий, ответил философски. Не знаю, это божье озарение какое-то. Иначе никак не могу объяснить. Решил, что получится. И получилось на самом деле. От семьи этих замечательных людей веет теплом и гостеприимством. Они не только открыты к творчеству, но и к дружеским знакомствам. Надеемся, что уже в ближайшее время сможем увидеть их новые творения. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.